добрый день друзья мои с вами татьяна чернова и это вторая часть урока по обтравке о способах и методах областях применения в этой части расскажу о таком способе как выделение и маска и что делать с такими сложно отделяемыми объектами как мех и волосы очень часто в коллажах требуется вырезать мех перья короткие или длинные волосы это всегда непросто сделать качественное выделение но я все же попробую вот эту милейшую белую арктическую лисичку мне нужно отделить от фона и поместить в новую для нее среду попробую через метод выделения и маска для этого нужно создать довольно таки приблизительное выделение вокруг объекта любым удобным способом пером ли лассо а в новых версиях photoshop а если выбрать инструмент волшебная палочка на верхней панели настроек появилась кнопка выделить предмет эта функция позволяет выделить самые заметные объекты на изображении она способна распознавать животных людей птиц архитектуру и прочее конечно не всегда она видит нужный нам объект но в принципе почти всегда срабатывает довольно неплохо те области которые не попали в отделение я просто добавлю лассо с нажатой клавишей shift и иду в выделение маска слева на панели можно выбрать вид просмотра прозрачность и теперь самое главное я буду уточнять край то есть как бы показывать границы фотошопу чтобы он отделил мне как можно больше мелких шерстинок от фона обнаружение краев я могу расширить или сузить границу анализа подвига в ползунок радиус если мех достаточно плотный и длинный радиус можно поставить побольше но тут следует помнить что чем больше я поставлю радиус тем больше вероятности захвата ненужного мне фона выделения умный радиус фотошоп автоматически анализирует ситуацию и задает более жесткие границы поиска для резких краев и более мягкие для сглаженных моем случае он не подойдет так как везде одинаковая мягкая шерсть а если бы скажем в моем выделении кроме шерсти присутствовал носик лисички или что-то еще с более резкими границами то он бы пригодился в глобальном уточнении можно немного сместить край настройка как бы подвинет область выделения а также поставить сглаживание чтобы границы не были слишком резкими и можно немного растушевать если нужно в моем случае меня все устраивает для короткой шерсти меха не длинных волос в большинстве своем можно обойтись только настройками правого блока после того как выделение готова я нажимаю ok и копирую на новый слой переношу на нужный фон видно что удалилась не очень хорошо видны вот эти серые ореолы и некоторые куски старого фона с которым не справился photoshop слишком явные огрехи я удаляю а остальное подкрашу цвет шерсти и мягкой кистью я беру цвет смеха и закрашиваю серые некрасивые части если бы шерсть была цветная к примеру то рисовать нужно было бы на слое в режиме цветность но так как шерсть почти белая рисую на обычном слое мех уже становится беленьким и пушистым но все равно результат не очень хороший не хватает детализации на мой взгляд беру инструмент палец включаю динамику формы интенсивность в каждом случае подбирается индивидуально и как бы вытягиваю пальцем шерстинки динамика формы и прочие некоторые настройки кисти работают только на планшете об этом я рассказывала в подробном одноименном уроке кисти вытягиваю пальцем по росту шерсти можно пока отключить слой с фоном здесь на слое сплошным залитым цветом очень хорошо видно как замечательно работает инструмент палец уже выглядит довольно неплохо и реалистично но я все же решила немного подрисовать мех кисточкой теперь лисичка готова к последующему вписанию фон возьмем пример посложнее длинные волосы развивающиеся на ветру печали боль многих коллажистов сложно поддаются обтравки но я все же попробую по аналогии с лисой я выделяю девушку области которые не попали добавляю еду выделение маска здесь ну никак не получится обойтись малой кровью как в предыдущем случае на помощь придет левая панель инструментом уточнить край я прохожусь по краю волос как бы стирая фон некоторые участки могут быть упрямыми и не поддаваться уничтожению для этого я переключаюсь на инструмент кисть там же на панели слева и здесь можно кистью либо убрать либо добавить необходимые области конечно же невозможно идеально отделить каждый волосок особенно если фон пестрый неоднородный в любом случае потом придется дорабатывать то есть вот 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 Убираю остатки фона мягкой полупрозрачной кистью по маске. И буду рисовать новые волоски, чтобы перекрыть эту обрубленность. Но сначала вот здесь нужно подкрасить. Кое-где волосы получились серые. Крашу на новом слой в режиме цветность. И теперь настраиваю кисть и рисую. Цвет беру пипеткой с родных волос. Жесткость кисти варьируется. Цвет также не будет однородным. В тенях темнее, на свету светлее. Владельцам планшетов, конечно, это сделать намного проще и быстрее. Мышкой рисовать волосы тяжело, и результат не будет таким же хорошим, как при рисовании на планшете. По той простой причине, что на мышке не работает динамика формы и передача краски. Рисую по краю отдельные мелкие волосинки. Продолжение локонов и прядей. Можно скопировать получившийся слой с нарисованными волосами. Понизить прозрачность нижнего. Если нужно, немного размыть его по гауссу. Думаю, так будет достаточно. Конечно, это не идеал. На среднем сером слое видны недочеты. Так что тут можно было бы еще порисовать немного, но я думаю, принцип понятен. На этом я заканчиваю вторую часть урока об обтравке. Спасибо большое за просмотр. С вами была Татьяна Чернова. До новых встреч!